В этом году по всей стране сдвинуты привычные сроки подачи заявлений от родителей будущих первоклассников. Прием документов начнется двумя месяцами позже, с 1 апреля и продлится до 30 июня. Новый порядок утвержден Министерством просвещения. Даже в условиях дефицита мест югорчанам предоставляют право выбора школ и образовательных программ. Например, в Сургуте для этого за каждым микрорайоном закрепляют по два учреждения. А такие традиционно востребованные организации, как лицеи и гимназии, с углубленным изучением отдельных предметов, вообще лишены территориального ценза. Претендовать на поступление в них могут дети со всего города. При этом никакого конкурсного отбора именно для начального звена ни в них, ни в других школах быть не может, уверяют в департаменте образования. Договорные отношения, которые сегодня заключают родители с образовательной организацией, на определенный вид услуг. Подготовка к школе. Все, что касается зачисления, это отдельная процедура, абсолютно никак не связанная ни с подготовкой к школе, а тем более конкурсных отборов. Тем более, что у нас на сегодня в перечне документов никакого, например, результата успеваемости, либо прохождения конкурсных отборов нет как вида документов. Поэтому удивительно, что вот сегодня еще звучит вопрос. Категории для первоочередного зачисления все же есть. Это, например, дети полицейских или сотрудников надзорных ведомств. С полным перечнем можно ознакомиться на сайтах школ. Также прописано приоритетное право зачисления детей в ту образовательную организацию, где уже учатся их братья или сестры. Подать документы родители могут несколькими способами. Лично в школу, по почте, электронным письмом или через портал госуслуги. Последний вариант признан наиболее удобным и оперативным.